Добрый день, меня зовут Иван Мехедов. Я расскажу про новый продукт Esri, который называется Argus Runtime. Продукт создан для разработки настольных приложений. Традиционно для разработки настольных приложений с помощью Argus использовался набор библиотек Argus Engine. Он позволял встроить GIS-компонент в существующее программное приложение, либо написать свое с нуля. При этом вся функциональность приложения и его GIS-часть обеспечивались тем набором библиотек Argus Engine, которые вместе с приложением нужно было установить и зарегистрировать на той машине, где будет работать приложение. Наборы библиотек весят много, около 1 гигабайта. Для разработки приложений, соответственно, с помощью Argus Engine, разработчикам нужно было знать внутреннюю структуру GIS-объектов, к которым с помощью ком-технологии осуществлялся доступ. Это, конечно, затрудняло разработку для тех, кто досконально не знает структуру класса библиотек Argus Engine. Что же мы получали взамен того, что столько трудностей в разработке и в объеме данных, которые нужно устанавливать и инсталлировать? Получали то, что, во-первых, приложение может работать автономно, то есть без доступа к интернету или к локальной сети. Во-вторых, то, что функционал приложения был ничуть не меньше, чем функционал Argus Editor. При этом также существуют веб-приложения, параллельно с настольными, у которых функционал меньше, но при этом они обладают рядом преимуществ. Но в большинстве случаев при разработке настольного приложения весь функционал Argus Editor не нужен. И достаточно того функционала, который дают веб-приложения. И получается, что только ради автономной работы приходится идти на некие неудобства, которых не было бы в веб-приложениях. Ну, скажем, веб-приложения не нужно инсталлировать, то есть просто переносится папка с компьютера на компьютер, и оно запускается. Во-вторых, оно является легким в том смысле, что не нужно знать внутреннюю структуру GIS-компонентов, потому что все операции производятся на Argus сервере, и клиент только отрисовывает результаты. В-третьих, веб-приложение может работать синхронно, то есть параллельно выполняются несколько операций. А в настольном приложении, для того чтобы запустить следующую операцию, нужно ждать завершения предыдущей. И для того, чтобы объединить в себе достоинства настольных приложений, главное достоинство – это автономная работа, и веб-приложения, их легкость, EZRI разработала продукт Argus Runtime. До этого настольная GIS была тяжелой GIS, а веб-GIS была легкой GIS. Теперь можно сказать, что с помощью Argus Runtime можно создавать легкую настольную GIS. Какие ее характеристики? Во-первых, для того, чтобы установить это приложение на машину, не нужны инсталляторы, не нужна регистрация антик-библиотек. Достаточно скопировать файлы с одной машины в другую, и оно заработает на другой машине, независимо от того, что там было установлено. Установлено на Argus или не установлено, оно все равно запустится. Второе, принцип разработки такого приложения аналогичен принципу разработки веб-приложения. Все операции, чтобы выполнить какую-то GIS-операцию, нужно послать запрос, получить ответ. А как внутри устроена операция, нам это знать не нужно. Это сильно облегчает разработку. В-третьих, поддерживаются асинхронные запросы, то есть они выполняются параллельно. И в-четвертых, что самое главное, приложение может выполняться как автономно, так и при подключении к сети. Чем же достигается возможность такой автономной работы? Тем, что в каждое приложение, которое создано с помощью Argus Runtime, оно содержит в себе ядро Argus Runtime. Это некий аналог Argus сервера. Это не Argus сервер, но это компонент, который работает аналогично ему. Он получает из клиентского кода, написанного на .NET, VPF, Java или KTC++, запросы, протоколу HTTP REST. Аналогично, как если бы мы посылали запросы на Argus сервер, или локальный, или сервер Argus Online, и получает ответ. Причем API для доступа к внутреннему ядру точно такое же, как API для доступа к сервисам Argus сервера Argus. Что ж такое? В этом ядре Argus Runtime существует аналог серверов Argus сервера. Если, скажем, с помощью Argus Desktop 10.1, мы можем подготовить данные, подготовить инструменты и опубликовать их в виде сервисов на Argus сервере Argus, то точно так же мы можем подготовить данные и инструменты, и опубликовать их в виде пакетных файлов, которые являются аналогами сервисов. Эти пакетные файлы содержат описание сервисов, и они воспринимаются ядром Argus Runtime и запускаются в виде отдельных процессов. Все это происходит локально на той машине, где установлено приложение. Соответственно, работа приложения логична работа веб-приложению, но происходит она локально. Есть три уровня лицензии Argus Runtime. Уровень Basic. Из внутренних сервисов, то есть те, которые выполняются локально, поддерживают только кэширование, картографические сервисы. То есть в Argus Desktop мы создаем кэш, оформляем его в виде картографического пакета, он подается на вход приложения, устраняется ядром как сервис. И также в Basic поддерживаются все внешние сервисы, то есть сервисы, к которым доступ идет вовне, то есть на сервер Argus или на Argus Online. В уровне Standard поддерживают уже все внутренние сервисы, то есть локальные и все внешние. И в уровне Advanced пока что этот уровень не вышел в релиз, когда он выйдет, пока мы не знаем. Будут дополнительные инструменты анализа и геобработки. Дополнительные модули. Special Analyst, Network Analyst 3D, аналист аналогичный десктоп. Какие же можно публиковать данные инструменты в виде локальных сервисов? Это обычный картографический пакет, то есть аналог динамических сервисов. Тайловые пакеты, аналог кэшированных сервисов. Пакет геобработки, это аналог сервисов геобработки. И пакет локаторов, адресов. Это, соответственно, аналог сервису геокодирования. Теперь я хочу показать небольшую демонстрацию приложения. Вот две папки, которые скопировали флешки на данную машину. В папке Data мы видим тайловый пакет, то есть здесь содержится кэш локальный. И пакет картографический, содержащий аналог картографического сервиса. Запускаем приложение. Вот все приложение, это папочка. Мы папку перенесли и запускаем. Вот тут есть две вкладки, оффлайн и онлайн. Оффлайн идет из приложения запрос к Argus серверу через интернет. И это работает стандартный тайловый сервис. Мы переходим на вкладку оффлайн. Сейчас подгрузятся данные. Мы видим, что подтянулись, заработали два сервиса, точнее два пакета. Тайловый пакет, это подложка. И картографический пакет, это АЗС, расположенный на территории округа Сочи. Если мы отключим доступ в интернет, то на вкладке онлайн у нас пропадет отображение данных, на вкладке оффлайн все останется и будет работать так же, как раньше. Соответственно, здесь можно было добавить какую-то геобработку, что-то еще, она пополнялась локально. То же самое, на вкладке онлайн можно добавить то же самое, что добавляется в обычное веб-приложение, и при доступе к сети оно тоже будет работать. Все. Есть ли вопросы? Еще раз, с чем совместимости нет? Нет совместимости. Да. А, вопрос был задан, есть ли совместимость с Argus Engine, и нужно будет ли программу, написанную под Argus Engine, можно ли будет легко перенести новую технологию? Нет, нельзя. Нужно будет заново это переписывать, потому что Argus Engine используется доступ на прямую библиотеку, а здесь вызов сервисов, как веб-приложение. Поэтому это различные технологии, но Argus Engine будет поддерживаться в ближайшие годы, так же, как поддерживался раньше, он никуда не исчезает. Это просто вторая технология разработки, параллельная. Еще есть вопросы? Вопросов нет. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok